Друзья, рада вас приветствовать на нашем канале. На связи Лилия и Рената Хамедулина. Наконец-то мы доехали до Pullman Phuket Arcadia, который находится на соседнем с нами пляже Найтон. Представляете, нам было ехать буквально несколько километров, и вот мы здесь. Мы безумно рады, что сюда приехали. Напоминаю, что мы в Таиланде будем полгода, и, соответственно, целых полгода будем радовать вас разными обзорами. Вот таким прекрасным полотенчиком для лица, для рук, освежающим приветствует. А также вот такой замечательный напиток. За здоровье наших клиентов. Начнем с вами осмотр ресторана, где как раз-таки будут у вас проходить завтраки. Сразу могу сказать, что все очень и очень достойно. Сегодня 6 ноября. Мы прилетели на Phuket 18 октября. И уже посмотрели столько достойных отелей. И на данный момент завтрак в Pullman Arcadia в Найтоне однозначно лидирует. Начнем с края. Здесь у нас такой классный стенд без глюкенового хлеба и выпечки. Далее идут вафли. Притом, посмотрите, оладушки за голубикой. И здесь тоже маслицы кладут. Здесь тостер. И очень вкусный выбор хлеба. Притом есть джемы и маслица. Обойдем этот корнер и продолжим осматривать с вами вытечку. Конечно, суруасаны, синабоны, маффины. И банановый кекс. А также вот такие кончики. Я уже набрал нам такую вот красивую тарелку фруктов. Пинья, папайя, арбуз. Маракуйя. Маракуйя, да. Мы еще с вами двигаемся дальше. Здесь такая салатная зона. Можно либо взять уже приготовленный салат, либо сделать его на свой вкус. Такой вот вкусный хем. Сыр с плеснью, сухофрукты, еще выбор сыров, крекер. Вот это вот что-то наподобие колохлаца из свинины. Это задзыки. Потом вот есть такие вот, можно сказать, бутерброды. Салями. Свекла. И вот такой вот еще сыр с плесенью бри. Мне очень нравится еще вот этот вот стенд с йогуртами. И, конечно же, с фруктами. Выбор фруктов здесь прекрасен. Посмотрите, есть даже змеиный фрукт. Какие красивые вкусные ананасы, сочные арбузы, маракуйя, бананы, апельсины. Вот такая вот груша. Вот этот фрукт змеиный обязательно стоит попробовать. Сегодня вот такой вот индийский корнер. И шеф рад стараться готовить. Я себе однозначно закажу индийский завтрак. Я его просто обожаю. Дальше у нас стенд идет с вами представленные здесь хлопья, высококачественные мюсли, несколько разновидностей молока. Вижу соевое, простое молоко и с низким содержанием жиров. Еще какие-то добавки. И вот это вот не могу понять, что. А это... Это была овсяная каша. Витамин бар. Просто классный. Я сейчас себе закажу морковный сок, как у кого-то там стоит. Уже дальше. Приготовленные соки. Яблочные вижу, да, ананасовые. Это вот что-то уже приготовленное. Притом смотрите, как заботливо открыт. Швепс и еще остальные. Вот можно тоже самим вместе с водкой себе взять и что-то сделать. В следующем стенде у нас здесь готовят вариации яиц. Но также есть уже приготовленные. Допустим, вот этот вот киш. Дальше взяли Оливии тоже какой-то бекон и яйца. Драник. Здесь свинина и курица. Это вот все как раз, все вариации, потому что с утра утается в завтрак очень плотный. Поэтому можно приготовить как раз-таки даже суп. Так, это рыбное карри. И вот тут тоже, пожалуйста, все для супа или для того, чтобы пожарить рис. Следующий формер он такой вот тоже очень плотный и мне нравится. С вами сейчас посмотрим его. Здесь у нас с вами просто рис. Здесь уже рис с овощами и с янцами. Здесь нудлы с яичками тоже очень вкусно. Тофу в каком-то соусе. Свинина с овощами. Это куриное карри. Бекон в языкальных отелях всегда подается в двух видах. Это вот такой вот хрустящий, да? И более мягкий. Далее у нас здесь сама курица. Здесь помидоры под сыром. Грибы. Кто любит фасоль. Свиные сосиски. И куриные сосиски. А здесь, да, здесь какая-то свинина. Именно в этом корнере вы можете подойти и сами себе сделать коктейль на свой вкус. Использовав водку с Мирнов или Репел Ван. Либо попросить шефа, чтобы он вам все сделал. Продолжаем рубрику, что ли, едят ваши любимые турагенты. Шамбанское мы показывали. Очень замечательный выбор фруктов, к которому сейчас приступлю. То, что выбрал Ренат. Дали у меня вкусный индийский завтрак. Мы очень любим индийскую кухню. Это для нас в топе пятерок. Милая. Я сейчас пойду в мини-клуб. Ты сейчас пойдешь в мини-клуб, да. Я выбрала сыр из плесни. Я выбрала индийский завтрак. Не удержалась от вот такого тонкого мяса, да, наверное. Приятного аппетита. Завтраки здесь просто обалденные. После очень вкусного завтрака я хочу поиграть в мини-клубе. До мини-клуба мы пешком не пойдем. За нами сейчас приедет Баги. А вот и подъезжают Баги. И мы садимся. Просто шикарно, что мы сели на Баги и доехали. Потому что ехать, честно сказать, было не ближний свет. А что вы там? Застряли. На что вы там засмотрелись? Рыбки нас увидели, услышали и сразу приплыли. Видимо, здесь их кормят, поэтому они сюда все сразу. Ну что, идем исследовать? Потому что для семейного отдыха детский мини-клуб – это одна из важных частей. И поэтому мы эту зону с вами будем исследовать после ресторана, где позавтракали в первую очередь. Мини-клуб работает с 9 до 6 вечера. Дети с 4 лет могут быть здесь без родителей. Сейчас посмотрим с вами все активности. Как вы видите, родители с маленькими детьми находятся здесь. Разные игровые зоны. Это уже PlayStation для детей постарше. Наша Оливия. А, она пошла к домику. Дочь, ты сразу с домиком начала играть? И с куколками? Мне так приятно. Здорово. Какая все-таки здесь тишина. Вышла за пределы закрытой зоны мини-клуба на детскую площадку. И что мы здесь видим? Есть зона скалодрома, есть зона лазилок. И вот такая вот еще площадка. Такие зоны однозначно не хочется проходить равнодушно, потому что очень важно. Помимо того, что здесь безумно красиво, смотрите, как отель дополнительно заботится о гостях. Все, что мы видим, все активности на верхней строчке, это то, что будет today, то есть сегодня. А вот это вот то, что будет уже завтра. То есть гости заранее знают. Вот сегодня, допустим, смотрите, в 8 утра была йога. В час дня будет какую-то растяжку, видать, упражнение. В 3 часа дня будет йога для начинающих. Можно, пожалуйста, взять индивидуальные тренировки. Можно посноколить тоже. Здесь все расписано, какая стоимость. Можно пойти посетить старый город. На завтра что мы с вами видим? Аква-упражнения какие-то. Пилатес на матах. Потом в 3 часа дня будет кинезио-упражнение. И опять пошли какие-то дополнительные экскурсионные программы. Эта зона, чтобы вы понимали, как бы и обязательно до нее дошли, она находится на возвышении, практически на топе территории отеля, прямо над мини-клубом. Сейчас мы справа увидим бассейн. К нему мы сейчас тоже вернемся. Пройдемте, давайте вместе в фитнес-клуб. Тренажерный зал. Прикольно, что даже яблочки здесь ждут своих гостей. Морнинг. Самое офигенное, это, конечно же, вид. У меня прям такой восторг. Вы бы только видели, как здесь красиво. Надеюсь, наша камера хоть немножечко передаст. После фитнес-зала мы выходим. наружу и поднимаемся вверх по лестнице. Мне кажется, мы поднялись на самую высокую точку отеля в полном Пхукет-Арказе на пляже Найтон. Мега красиво, вокруг много зелени. Такое чувство, как будто бы ты находишься, ну вот прям в центре джунглей. Красивые цветущие деревья и красивый вид. Покажи, пожалуйста, Ренат. Это заповедная зона. На пляже нет ни одного шезлонга. Даже у частников, которые обычно встречаются на других пляжах. Впереди виднеется остров. Видны еще другие бухты. В общем, очень красиво. Там на цветущем оранжевом дереве летают вот это вот. Кажется, что калибри. Но, по-моему, все-таки это бабочка. Да, это бабочка с такими красивыми крыльями. Ну а теперь, после такого прекрасного фитнес-центра и прекрасной тоже площадки, покажем вам не менее замечательную зону, где расположился, можно сказать, инфинити-бассейн. Виды просто неземные. Вода в бассейне чистая, хорошая. Такое ощущение, что где-то вот здесь все-таки по большей части находятся взрослые. Они входят в баланс. Лили вам показывает живые орхидеи. Причем очень красивые. А прямо здесь расположился такой для детей красный бассейн с водопадом. Это место располагает расслабиться, получить релакс, помечтать можно, насладиться этой красотой. А тот, кто очень сильно устал, в такой тишине можно и поспать. Мы спускаемся вниз на рецепцию, чтобы сейчас встретиться с менеджером отеля и осмотреть большую территорию комплекса. Очень классная возможность для гостей, которые хотят заняться спортом после такого обильного особенно завтрака. Идти пешком, как мы сейчас делаем. На обратном пути решили еще лучше изучить территорию, поэтому идем пешком. Гостей привозят в эту зону, забирают багаж. Гости проходят по этому живописному мостику в сторону рецепции. А пока идут, любуются прудом, который здесь сделали, в котором плавает огромное количество рыб. И это очень красиво. С другой стороны, не менее живописная зона, сразу же настраивающая на замечательный, классный отдыха, где точно наберешься ресурса. Вот мы с вами поднялись уже на рецепцию. Именно здесь будет проходить процедура заселения гостей, общения с гидами, guest relation. Здесь же вам приветственно принесут напитки и коктейли. Именно в этой прекрасной зоне нам хочется с Ренатом вас больше познакомить с концепцией отеля Pullman. И давайте вместе пройдем в ту зону, где виден прекрасный океан, где специально гости уже встречают Moet, это все за дополнительную плату. Но во всяком случае у многих гостей есть предпочтение именно к этому напитку. Что мне хочется здесь такого важного вам сказать? То, что на данный момент пока нет русскоговорящего персонала, но они думают по поводу этого. Для удобства гостей, когда гости заселяются, они скачивают приложение и уже в этом приложении списываются с сотрудниками отеля. Соответственно, вопросы какие-то решаются тоже все через приложение. На рецепции используют спокойно Google-переводчик. Если вдруг, мало ли, гости не очень хорошо знают английский язык, то они в любом случае находят с ними контакт, и каждый гость остается доводен. Отсюда виден этот прекрасный бассейн. Ожидая трансфер, детки, да даже и вы сами сможете поиграть в крестики-нолики и пособирать башенки. Специально встала в эту зону, чтобы вы визуально увидели, что внизу располагается ресторан, где мы завтракаем. Сверху расположился классный, с красивым видом. А-ля карт ресторан. А вот за этой дорогой еще один снэк-ресторан. Вот она, тротория Вера. С этого ракурса еще не снимали. Очень красиво. Представляете, обедать или ужинать вот с таким вот красивым видом. Также здесь расположился Connection Lounge. Дополнительно привилегированная зона. Вот так вот здесь внутри. Очень классно, что работают кондиционеры. Очень свежо. Библиотека. Можно посидеть за компьютером. А Ренат решил расположиться на диване. Есть даже вот такая вот комната своего рода переговоров. Притом таких комнат целых две. Желающие могут поиграть в бильярд. Магазине себе вино и наслаждаться своим отдыхом. Мне хочется сказать еще одну очень важную вещь. Вот итальянский ресторан, который мы с вами осмотрели. Он входит в топ-5 ресторанов на всем острове Пхукет. Спа-центр мы с вами не осмотрели. Пусть будет для вас сюрпризом. Вы приедете и осмотрите его. Он находится рядом с рецепцией. Много есть еще каких-то таких, наверное, классных, замечательных вещей, которые уже вспомнятся на личных консультациях. Друзья, сейчас мы хотим вам показать замечательный номер. Ocean Grand. Какой там? Deluxe. Deluxe Room. Друзья, вот так вот вы приедете сюда. Ляжете на эту кушетку. Будете смотреть на шикарный вид. Замечательное море. В центре расположена огромная кровать. Знаете, стиль просто классный. Он мне чем-то напомнил Мальдивы. Вот такой вот тайско-мальдивский какой-то стиль, потому что на Мальдивах тоже крыши вот так вот уходят ввысь. Кровать огромная. Рядом с кроватью приятный диван, где можно тоже посидеть дополнительно столик. Сейчас давайте посмотрим, что будет у вас идти комплиментом. А комплиментом у вас будет идти вода. Мы просто обожаем, когда вода в стеклянных бутылках. Это тоже показатель определенного статуса. Кофе, ну правда вот такое вот растворимое. И чай комплиментом. Обязательно заглянем, что же здесь в шкафу. А в шкафу мы видим такие вот качественные халаты в стиле кимоно. Два пляжных полотенца. Такой вот интересной сумки. Сумка, да, замечательная. И два зонтика. Дальше я думаю, что будет сейф. Хорошего качества тапочки сразу заметно. Теперь здесь мне хочется объяснить важные моменты. Есть четыре базовые категории номера. Это просто номер категории Deluxe. Номер Grand Deluxe, который как раз таки мы смотрим. Он больше по площади внутри. Все то же самое, только просто Grand Deluxe. Он больше по площади, чем Deluxe. И вот просто Deluxe и Grand Deluxe это номера, которые имеют вид на территорию. На прекрасные горы, на красивый сад. Мы сейчас с вами в номере категории Grand Deluxe Ocean View. Потому что перед нами простирается прекрасный вид на океан. И, соответственно, эта категория номера только благодаря своему виду уже становится выше. И, соответственно, стоимость ее будет тоже немножко повыше. Хотите посмотреть, что за этими дверями? Welcome. Здесь у нас с вами большая зона ванной комнаты, где вы найдете и душевую кабину, и ванную комнату. И ванную. Очень классно. Нам нравится. Обратите внимание на новые пышные полотенца. Отличное качество. Здесь сам узел. Ну, типично, что мы за прозрачными. Да. Хорошо, что двери немножко матовые. Почему на этом делаем акцент? Потому что, как правило, в Таиланде двери прозрачные. И некоторые гости это напрягает. Так, своя косметика. И здесь дополнение еще душ. Мы вновь спустились ниже рецепции на один этаж, в зону бассейна и ресторана, где завтракали. Хотим еще поподробнее отснять вот этот вот бассейн и астробар. Именно в этой зоне вы можете заказать себе тоже еду, принять душ при желании. И полотенца, пляжные тоже берутся здесь. Здорово, что здесь опять идут напоминания по активностям. И водичка такая классная. Друзья, такая классная фишка, которую мне хотелось вам показать. Мисс, please. Вот. Ага. Thank you very much. Классно? Просто мега классно. Вы только посмотрите, какое офигенное решение приняли для гостей. Что можно, если не хочется активно загорать, то дополнительно зона гостей закрывается еще вот таким вот дополнительным тентом. И все. Никто не сгорит. Бассейн красивый. Такое дерево. Сплэш-зона для детей. Сейчас хотим вам показать пляж с высоты. С места, где находится бассейн главный. А потом вместе пройдем и засечем время, сколько будет, чтобы дойти до пляжа. Ну, до чего же красиво. Мне вот хочется просто бесконечно гулять, показывать всю эту красоту, как здесь просто классно. Ну, все, друзья, я засекаю. Мы идем с главного бассейна в сторону пляжа. Посмотрим, сколько минут это займет. Да, нам самим это очень интересно, проделать весь этот путь. Будем проходить впервые для того, чтобы лично уже все знать и легко вам объяснить. Спускаемся ниже. Видим здесь еще одну такую зону отдыха. Кстати, вот это вот очень классно, что нельзя просто так зайти на территорию отеля без электронного включа. У нас он есть, поэтому мы идем. О, да Ренат, вообще, оказывается, так близко. Я уже вижу пляж. Мы идем, заметьте, неспешным шагом. При желании можно воспользоваться багги, но нам захотелось именно пешком. Обратный путь будет больше на фитнес похож, конечно. Ренат подсказывает, что обратный путь будет похож больше на фитнес. Но это нормально. Да, кстати, смотрите, можно либо по мостику пойти в ту зону, либо вот здесь. Нам потом с тобой через речку, да, похоже, придется проходить. Но в любом случае, как красиво. Какая естественная зелень. Сейчас на пляже расскажем вам, почему нам нравится пляж на это. Так, мы немножко замечтались. Но вот смотрите, спокойным шагом получается было около двух минут. Минуту 50 примерно. Дети. Возможно, гости отеля. И вот я вижу тоже женщину в гости отеля. Она решила поплавать именно здесь. Мы, когда приезжаем на пляж Найтон, предпочитаем плавать за теми камнями там. Здорово и классно. Сейчас с Ренатом специально вот так вот спокойно снимаем всю бухту Найтон. Это тот пляж, на который вы будете приходить, плавать. И хочется рассказать, почему мы очень сильно любим эту зону. Почему нам так нравится тоже отель Pullman. Потому что в этой зоне, мне кажется, это самый высокоуровневый отель. И действительно, даже если взять наши визиты за эти недели в другие высокого уровня пятизвездочные отели. Так вот, завтрак в отеле Pullman самый лучший. Это вот прям точно, 100%. Далее. Нам понравилось, что отель расположен очень комфортно от аэропорта. Отель настолько, знаете, практически все номера смотрят фронтально. И при этом в природе, в окружении зелени. Не удивляйтесь, что в отеле нет своего пляжа. Для Таиланда это нормально. Буквально несколько лет назад был принят закон, в котором ни один отельер не может выставлять свои зонты, шезлонги, матрасы. Соответственно, вы просто приходите. И именно сама бухта, вот этот вот сам пляж Найтон уникален. Потому что здесь даже частники не ставят свои зонты, не ставят свои шезлонги. Потому что это природный, своего рода природный заповедник. Очень красивое море, очень прозрачно, чистое море. Море теплое. Из-за того, что такая вот обрамленная классная бухта, плавать здесь можно круглый сезон. Потому что, если вы помните, летом здесь как бы активные волны. И, допустим, на пляже Корон мы вам точно не будем рекомендовать. Отель нам понравился. Среди всех отелей, которые мы посетили за эти недели, завтрак самый лучший был в Пулмане. Я даже пытаюсь сейчас найти какие-то нюансы, какие-то, может быть, хотя бы малюсенькие минусы. И я вот их, знаете, честно признаться, не нахожу. Есть важный нюанс, о котором вы должны знать. Это то, что отель располагается в таком вот, наверное, тихом, каком-то спокойном месте. Вы можете выйти за территорию отеля, немножечко вот так вот прогуляться своего рода. Есть несколько ресторанчиков. Есть фруктовые лавочки, где можно купить. Есть какой-то небольшой такой шурум-бурум, который можно купить. В принципе, все. Здесь в основном плавать, загорать, созерцать, медитировать, заниматься на территории отеля. Какими-то активностями спортивными, которые предлагает непосредственно сам отель. Разумеется, съездить и посмотреть какие-то достопримечательности, что есть вообще на территории всего Пхукета. Мы об этих активностях, о всяких возможностях острова всегда во время консультации говорим. Поэтому смело пишите по ниже указанному ватсапу. Я лично вместе с нашей командой позаботимся о вашем замечательном отдыхе. Напомню, что у нас два юридических лица. Как граждане Казахстана, так и граждане России могут к нам обращаться. Мы с удовольствием посоветуем, порекомендуем, потому что лично знаем, лично инспектируем. Напомню, что мы приехали на целых полгода в Таиланд. Уже с 2010 года регулярно зимуем в Таиланде. За нашими плечами зимовки на острове Ко Чанг, Паттайя, Бангкок, Ко Ланта, Пипи, Пхукет. Просто многократно. Соответственно, знаете, даже во время наших зимовок происходит эволюция многих отелей. Полман мы рекомендуем. Я рада, что сегодня у нас тоже получилось приехать сюда всей семьей, провести здесь время, узнать отель со всех сторон. Пишите, до новых встреч. Присоединяюсь к словам Лилии о тех дифферамбах, которые она сейчас только пела. Отель действительно и встретил нас сегодня классно. И пообщались мы с ательером. Показал он нам классный номер с видом на море. Питание нас очаровало. Мы даже подумали, что мы рядом живем, можем приезжать на завтраки, очень вкусно кушать. Также хотим поблагодарить лично вас о том, что вы нас поддерживаете, пишите комментарии, ставите лайки, рекомендуете друзьям. Мы всегда за то, чтобы вы отдыхали в шикарных отелях, путешествовали и наслаждались жизнью.